Новый год в городском лицее номер 40 на улице Куйбышева начался очень активно. Нужно освободить класса от мебели, собрать все вещи, учебники и тетрадки. У учеников и учителей временный переезд в соседнюю гимназию номер 6. Причиной послужил капитальный ремонт. Деньги на обновление ждали с 2021 года. И вот в конце прошлого года проект одобрили и выделили более 125 миллионов рублей. Этот ремонт для нас очень долгожданный. Мы очень долго ждали. Мы очень рады, что будут проходить у нас здесь ремонтные работы. Все учебные кабинеты мы освободили. Мы готовы к ремонту. Капитального ремонта в здании лицея не было с момента постройки, а прошло уже более 50 лет. Но настал момент, когда косметических работ недостаточно. Надо подойти более основательно. Подрядчики заменят пол, трубы водоснабжения, отопление, отремонтируют и кровлю. Без вмешательств останется только столовая. Ее совсем недавно полностью модернизировали. Наши организации будут проводиться работы по капитальному ремонту. Будем менять все инженерные сети. Будут проводиться работы по облицовке стен, полов, потолков. Все будут конструкции обновлены. Срок завершения работ у нас поставлен. Задача к новому учебному году запустить здание в Сырковом лицея. Если не будет никаких, скажем так, подводных камней, то мы все работы завершим срок. На время ремонта все ученики Сыркового лицея вместе с учителями и остальным персоналом перебрались в гимназию номер 6. Родители к временным неудобствам отнеслись с пониманием, а также активно помогают любимой школе. Ну, относимся с пониманием, потому что ремонт обязательно должен быть. Дети должны учиться в хороших условиях все. Поэтому, ну, здесь ремонта, наверное, давно не было, поэтому он обязательно нужен. Ну, как это это, обязанность. Можно сказать, родителей надо помочь. Ну, помогаем, чем можем, да. С работы отпросились, прибежали все. Помогаем, да. На четыре учебных месяца количество обучающихся в шестой гимназии увеличилось почти на тысячу человек. Учиться школьники будут во вторую смену. В первые, пятые, девятые и одиннадцатые классы ходить в школу будут, как обычно, утром. В гимназии усилены нормы безопасности. Дополнительно на переменных дежурят учителя. Также усилен и блок питания. Ну, достаточно удобно, потому что школа очень похожа на нашу. Нам выделили хороший кабинет, там тепло. Наши учителя с нами, и так что нет такого прям ощущения, что мы перешли в другую школу. Напомним, школу номер 7 и лицей номер 40 закрыли на капитальный ремонт по президентской программе с 9 января. За работами по обновлению учебных учреждений будут активно следить родительские комитеты.